Обалдеть! Новый предмет такой. Животкая есть. Это ж вот символы, символы. Это специальную технику. А вот она пошла. Ты нам такого не показывал? Не, не покажу. Не пойму, смотри, что. Я даже не помню. Я скажу. Скажи, ты трансформировался символ? Да. Ну что, это все, кто вернулся, да? Какие-то идентичности продолжают трансформироваться. Скажите. Что получили вы? У меня легкое чувство страха есть после этой техники. У меня получился образ женщины взрослой. Я просто не хочу озвучивать. Ну хорошо, да. Да, но просто мне идет прямая ассоциация с собой. И мне такой образ не сильно нравится. То есть это не надо воспринимать, что я такой стану. О боже. Не надо. Не надо. Если не хочешь, не надо. Это просто образ, да? Как бы. Понимаете, в чем вообще ценность и влияние символа? Вот этот образ, он сейчас тебе о чем говорит? И я хочу, чтобы вы каждый, кто получил этот образ, да? Этот интегрированный образ. Вы прямо сейчас подумали, вот это вам о чем говорит? Фактически, что мы сейчас сделали? Мы доставали образы наших убеждений и ценностей, да? которые присоединяются к нашей идентичности. И мы их как-то, мы их разделили и интегрировали. Вот этот весь образ, он для вас, он о чем вам говорит? В том положении, в том, не знаю, в том кризисе, или в той стагнации, или вот в той ситуации, где вы находитесь, этот символ вам что дает? Что дает? Что дает? О чем говорит? Как он, какое послание в нем содержится для вас? Очень большое. Ну, это понятно, что очень большое не совсем информативно, я лучше начал, как бы, понимать, может быть, диалогов с камерой, как бы, общую картину самого себя. Я не знаю, почему он, почему. Какие-то большие проблемы. Сейчас по очереди. У тебя вылилось все в большие проблемы? Да, мне это было очень. В конце. В конце. Опять же, давайте, мы сейчас говорим о символе. Да, он может быть, он может быть, какой угодно. Он, может быть, не сразу приемлем, понимаете? Это не то что-то, что… Ой, какая я классненькая, понимаете? Да. Это не что-то, что может нам, безусловно, нравиться. Мы же сюда включили такие штуки, правда же, от которых всегда бежим. Нам это не нравится в себе. А сейчас нам… Мы это включили. Зачем? В этом есть огромный ресурс. Вот то, что… То, что находится здесь, это и есть преобразование того демона, путешествие героя. Помните, вот в начале я писала, что герой вступает на путь, он сначала там отказывается от комфорта, потом у него появляется какая-то путеводная звезда или наставник, а потом он встречает зловредную сущность. И эта зловредная сущность очень угрожающая может быть. Но задача героя – трансформировать это. То, что вам пришло, это ваш, можно сказать, ваша задача на сейчас. Вот что она вам говорит, о чем она вам говорит? С подсказками. С подсказками. Кому-то с подсказками. Могу вас уверить, знаю по себе. Вот это все я проделываю с собой, проделывала, да. И очень характерно, что изменения продолжаются. И ты вдруг начинаешь понимать, что ага, а вот еще одна волна этой трансформации. А вот еще одна. И символы начинают приходить очень странно. Если… Не от случайности, понимаете, вот в этом смысле. Потому что это ваша психика. Вы здесь увидели горошинку, например. И будьте уверены, вы на ней будете обращать теперь внимание. Да. Именно в те ситуации, когда они будут об этом говорить. О том, что это ваша тень, например. Вы здесь увидели там котика или звездочку. Будьте готовы. Вам будет… Вы выхватите из эзотериальности этот сигнал. Он вам будет о чем-то говорить. Понимаете? Алекс, ты такой весь лучезарный. Скажи мне. Мне понравилось. В смысле? У меня все ушло в позитив. У тебя все ушло в позитив. А правильно понимаешь, что эту техникуму можно через некоторое время сделать еще раз? Да. Можно. И такой вопрос звучал. Но… Как вам так сказать? Можно ли заняться, я не знаю, чем? Представьте себе бурный фантастический секс. Представляете? Ой, замечательно. Ничего не надо. Не-не-не. Вот это случилось. Ваше тело, я не знаю, ваши эмоции, все, ваш интеллект, все потрясено. Это прекрасно. Прямо сразу тут же. Давайте второй раз. Не, я имею в виду челюсть какой-то. А, челюсть какое-то время, пожалуйста. Понятное, что… 15 минут, можешь отдохнуть. 15 минут. Очень часто… Знаете, мне понравились люди есть, которые… Допустим, я сама этим занималась. Сексом? Нет. Нет. Вы только никак не принимаете, не занимаетесь. У меня уже вышло уже того образа. Гадают по книге перемен. Идзин. Знаете, там какие-то гексограммки создаются, да? А вот там гексограмма 64, значит, время выступить, холы не будет. Бла-бла-бла. Не важно. Что-то там такое пишут. И вот человек. Загадывает желание. Бросает эти палочки-то с челестника или монетки. У каждого своя метода. Гексограмма 64. Не подходит. Еще годами. О! 65. Ну, как-то так. Так. Да? Сейчас. Сейчас. Надо настроиться. Ну, еще один раз погадаю и все. Ну, что это такое? Что, с третьего раза не считается? Да даже с четвертого. Считается все. Но только если все время, не знаю, дергать небеса за бороду, да? И говорить же, ну… Я всегда хотела. Ну, возможно, это успешно, это стратегия, я не знаю. Можно стратегия. Хорошо. Есть еще вопросы? Есть еще вопросы? Ау? Или все трансформируются просто, заняты, в процессе он придет, да? Ну, то есть, с той картиной, что мы получили. Просто о ней помнить надо или просто оставить ее в какой-то листом там лежит, а потом какой-то символ где встретиться, и нужно наоборот. Что с этим делать, да? Помните про этот символ, во-первых. Не нужно, конечно, ежесекундно зарисовать его, да, и подглядывать. Финальный символ. Финальный символ, да. Финальный символ. Во что это интегрировать? И очень важно, зачем он вам вообще нужен? Он несет для вас какой-то смысл. Любой символ, он неоднозначен. Нету такого, а это значит повернуть налево, да? Это может быть масса, много уровней смысловых. Этот символ для вас на этом отрезке времени, он что-то дает. Когда у вас какая-то сложность, когда вы не понимаете, что со мной делать, вспомните этот символ. Вот он как связан с тем, что происходит? Он какой бы мог вам дать ресурс? Он на что мог бы вас натолкнуть? Он куда бы мог вас повести или от чего-то отвратить? Понимаете? Это фактически на какой-то период времени, это ваше руководство к действию. Но оно голографичное и просто так там ничего, инструкции там нету длинной, как от утюга. Это голограмма, ее нужно все время рассматривать. Ответили на вопрос? Я даже поняла, ты же на картину. А, понятно. Очень хорошо. Ну что, понравилось? Да. Могу вам сказать только одно. Это то, что я вам предложила, это скорее даже ознакомление, потому что, как вы сами успели заметить, на это нужно много времени. И иной раз приходится на какую-то там, на ту же матрицу идентичности тратить час. Это было бы хорошо. Да, это было бы хорошо. Вы теперь знаете, как это делать. В общем. Есть, конечно, всякие нюансы. И у каждого человека по-разному. Если вам это интересно, то, в принципе, готов продолжать эту тему. Она для меня разумно интересна. Что с этим делать, как быть, какие еще есть инструменты для того, чтобы осознать себя, понять, что я меняюсь. Да. Понять, куда меня вообще моя жизнь ведет. Или что я с ней делаю. Вот. Что-то в этом причине. Все-таки повторю вопрос. Если, допустим, повторять эту технику, более тщательное делать. Да. Через какое время. Все равно, как бы, я с себя словом, иногда включалась логика. Хотя это очень целая техника. Да. А что, допустим, более тщательно проработать через какое время можно? В принципе, это можно делать самому. Можно. Можно. И у нас тут даже была участница, которая это делала сама, достаточно успешно по всему. И я не знаю ответа на этот вопрос, честно. Я не знаю, сколько должно пройти времени, чтобы вам нужно было сделать это. Вы сами это поймете как-то. Если вы чувствуете, что вы пробуксовываете где-то, или вот где-то жизнь зашла в тупик, где-то я сам не могу с собой разобраться, ну сделайте ее. Если вы не чувствуете необходимости, то зачем? Это очень глубокий уровень работы с людьми. Очень глубокий. Точно так же, как и общение со своим драконом. Если вы делаете это качественно, действительно вы вживаетесь в эти состояния, то поверьте, трансформация вам обеспечена, и причем вы всегда будете знать, куда дальше идти. И у вас будут силы для этого. А эти две техники отдельные вообще, не зависящие друг от друга? В смысле, нужно ли сначала делать одно, а потом второе? Нет, ну то есть можно делать просто одно отдельное, и другое отдельное. Что-нибудь еще хотите спросить? Тогда я хочу сказать вам спасибо. В эту жару вы совершили подвиг. Вы пришли, это значит вы готовы меняться, и это произойдет. Спасибо, господин. Спасибо большое. Спасибо.